Здравствуйте! Я, к сожалению, вынужден прийти к такой форме общения, так как за полтора года наши руководители футбола не нашли времени со мной встретиться, и теперь мне приходится отвечать именно в такой форме публично. Первым я хочу ответить господину Нику Госяну за те выпады, которые он сделал в адрес Пенюков в последних своих комментариях. Еще выборы не состоялись, он уже настолько обрадовался, что закрывается Академия и рассказывает, как, куда они будут распределять наших детей. Но я позволю расстроить господина Нику Госяну и успокоить родителей о том, что закрывается Академия Пенюков. Таких объявлений не было, и, естественно, никаких таких намерений нет. Наоборот, я, как и раньше, планирую развивать Академию, но то, как работает нынешняя федерация, и я об этом подробно рассказал в своей пресс-конференции, который, на мой взгляд, не только не помогает, а даже мешает развитию наших детей. Поэтому не вижу смысла продолжать сотрудничество, если эти люди останутся в управлении федерацией. Мы больше сосредоточимся на международных играх. Раскрою небольшой секрет, я хочу со старшими возрастами попроситься в другую конфедерацию и участвовать в другом чемпионате. Я уверен, что эффекта будет намного больше. Но ни о каком закрытии нашей Академии речи не идет. Даже наоборот, я, не дай бог, если они все-таки выиграют выборы, предложу такие варианты, которые будут намного эффективнее, чем сегодня. Кстати, господин Никагасян затронул тему, что мы уже подали все заявки на следующий сезон. Но, видимо, вы не совсем в курсе, что разница между лицензией и заявками достаточно большая. Мы прошли лицензирование на 2024 год, которое должно было пройти до 1 января 2024 года. Естественно, мы все выполнили. Относительно количества приглашенных воспитанников пюника в различные сборные, да, вы сказали, что ничего не изменилось, но это не так. Цифры говорят об обратном. Я приведу всего две цифры. Сколько приглашалось игроков в 2022 году и после начала травли пюника, сколько приглашается игроков сегодня. И хочу привести еще один пример, о котором мне рассказали наши тренера, что возмущенные тем, что многих талантливых ребят не вызывают в сборную, они пришли к техническому директору федерации футбола Сурену Чухоляну словами, что Сурен, ты же сам работал в пюнике, ты этих ребят знаешь, и как можно вот таких успешных футболистов не приглашать в сборную. Ну, на что он только разводил руками, показывал наверх, все все понимают. Еще одно крайне некорректное заявление, которое вы сделали о том, что владелец пюника не потратил из своего кармана даже 30 тысяч долларов на строительство поля, но это абсолютная ложь. Мы за это время очень много что сделали, построили поля там и провели свет, но я не обязан перед вами отчитываться. Для меня намного важнее реакция родителей. Я вижу, что из года в год количество желающих заниматься в пюнике растет. Вы также прокомментировали вопрос, который имел большой резонанс о сумме средств, потраченных федерацией за 4 года. Я назвал 70 миллионов. Я исходил из того, что более 7 миллиардов драм тратит федерация в год. Это есть на вашем официальном сайте. Плюс в прошлом году вы объявили, что 5 миллиардов выделяется из государственного бюджета, также на развитие футбола. Хотя, если честно, я не очень понимаю, как можно выделять деньги, не проверив эффективность прежних трат. Но для меня, не суть важно, будет это 70 миллионов, 60 или 50, я вижу, что за 4 года никакой эффективности мы не увидели. То есть реальная эффективность намного-намного меньше. Я хочу сегодня также обратиться к президенту Федерации футбола Армении Армену Меликбекяну. Я очень рад, что мы наконец-то услышали отчет руководителя Федерации о деятельности за последние 4 года. Но я хотел бы сделать несколько замечаний. Первое. Вы очень часто даете оценки своей деятельности, достаточно высокие. На мой взгляд, это как минимум некорректно, потому что футбол – это народная игра. И оценивать, конечно, должны в первую очередь наши болельщики, родители детей, люди, которые отвечают за развитие спорта. Мы как члены Федерации, но не как сам руководитель Федерации, который оценивает свою деятельность. То есть бросается в глаза, что вы опять не затронули самые серьезные проблемы, которые существуют сегодня в армянском футболе. Это в первую очередь потеря серьезных инвесторов из регионов, это конфликтная ситуация со стадионом, это снижение интереса болельщиков, плохая организация, неграмотно составленный календарь и так далее. То есть вы пытались говорить только о таких, тому же, менее существенных, позитивных изменениях. Сейчас я хотел бы пройтись по вашим тезисам, и как основное достижение за 4 года вы привели пример создания и эксплуатации футбольной академии имени Хуэна Аганесяна. Но занимающийся футболом человек знает, что невозможно построить полноценную академию с одним большим футбольным полем. Так как дети начинают заниматься с футбола 6 лет, и, конечно, на таком поле они не смогут полноценно развиваться, они теряют ощущение пространства и так далее. Относительно развития инфраструктуры, вы привели пример, что проведен свет на стадионе «Джуниор», на стадионе в Абувяне. Но хочу вам напомнить, что свет на стадионе «Джуниор» так и не работает до сегодняшнего дня, а свет на стадионе в Абувяне погас в ответственный момент официального матча чемпионата Европы Ю-21 Армении-Албании. И достаточно долго болельщики ждали возобновления матча. Относительно развития инфраструктуры в регионах, которые вы тоже упомянули в своем докладе, в частности, Академию «Ванадзор», которая была достроена действующей федерацией футбола. Напомню, что основания заложили все-таки предыдущие. На сегодняшний день эта база практически не эксплуатируется. Вы привели в пример то, что Никарм, команда из первой лиги, играет на стадионе «Ванадзор», и, на мой взгляд, это скорее негативный факт. Мы играли на этом поле, и видим, что местные болельщики не приходят поддерживать Эдживанскую команду, а болельщики из Эдживана, естественно, не поедут в «Ванадзор» на игру первой лиги, и поэтому практически все игры проходят при пустых трибунах. То есть, пытаясь закрыть одну проблему, вы состоете другую. Еще одна проблема в развитии массового футбола – это, конечно, малые поля, о строительстве которых вы так докладываете. Мы действительно проехали большое количество полей, не видели ни одного построенного по нормативам, и на половине из них висели замки, поля не используются, и никто не мог нам сказать, у кого находятся ключи. Насколько я знаю, в контрактах, выделяемых у ЕФА и ФИФА на строительство этих полей, содержится пункт, что Федерация должна не только их построить, но и содержать. Мы своими глазами убедились, что это не так. Хочу также прокомментировать информацию об увеличении количества команд, участвующих в различных соревнованиях и первенствах Армении. С этого года вы понизили возраст этих команд, и сейчас в чемпионате Армении и регионов участвуют команды, начиная с 8-летнего возраста. Хочу сказать, что это нонсенс. Вы ни одной федерации такого не увидите, потому что любому, кто занимается детским спортом, известно, что все турниры начинают серьезно проводиться именно с 12 лет. Немножко остановлюсь на этом вопросе, он важный, потому что до 12 лет еще идет формирование характера, дети очень тяжело переносят, особенно крупные поражения, потом стараются выбирать самый простой вариант, боясь ответственности, и в итоге развитие детей останавливается. Я это знаю, как посетивший большое количество академий, и для меня удивительно, что федерация пошла на такой шаг, потому что я считаю, что это может поставить крест на самом начале процесса именно тех детей с 8 до 12 лет. Вы также рассказывали о крупном специалисте Мелендесе, испанской команде, которая приехала в Армению, составила программу, которой, на ваш взгляд, не пользуются клубы. Скажу честно, мы очень серьезно подошли к этому вопросу. Я лично несколько раз общался с господином Мелендесом, могу сказать, что он оставил очень приятное впечатление, но было понятно, что он находится на пенсии, и достаточно уже отстал, так скажем, от современных всех методов развития. Поэтому, на мой взгляд, этот проект и его программа, она не актуальна для развития футбола в Армении. Вы большое внимание уделили футзалу, хотя, на мой взгляд, это далеко не массовый вид спорта, и не сказали о самом главном, что сборную Армении собираются дисклифицировать и засчитать технические поражения в матчах с Португалией и с Финляндией из-за перебора натурализированных бразильцев в составе сборной Армении. А также о том, что сборная отказалась лететь на последний матч с Финляндией, скорее всего, получит техническое поражение и потеряла уже все шансы на выход в следующий этап. Перейдем, наверное, к самым острым проблемам армянского футбола. Это детско-юношеский и молодежный футбол, результаты сборной Армении. Да, вы не можете спорить с тем, что наша сборная Ю-17, первая, которая участвует в чемпионатах Европы, проиграла все игры, но ваш комментарий, честно говоря, меня поразил, когда вы сказали, что мы всегда проигрываем, и это потому, что армянские дети поздно развиваются. Хочу вас заверить, что это не так, я категорически с этим не согласен. Речь идет не о каком позднем развитии, а речь идет о неправильных методах подготовки и комплектации сборной и назначении тренеров. К примеру, приведу, в 2005 году Армения вышла в финал европейского турнира в возрасте Ю-19. Вот фамилии приведены, и вы видите, что все эти ребята потом стали известными футболистами. Поэтому я думаю, что здесь вопрос подхода, а не того, как развиваются дети. То же самое можно сказать про Ю-19, который сейчас находится в ужасном состоянии. Ну и самый большой бич наш, это, конечно, Ю-21, который показывает исторически худшие результаты за все время. И я был удивлен, что вы не остановились подробно на этой теме и не объяснили, как вы планируете исправлять эту ситуацию. Ну и, на мой взгляд, одна из самых больных тем армянского футбола – это БКМА. Кстати, я считаю, что неудачи сборной Ю-21 также связаны именно с этим. Вы заявили, что за 4 года 4 игрока получили игровое время в сборной Армении и получили приглашение в зарубежные клубы. Но для меня этот факт был не то, что непозитивным, а, на мой взгляд, вопиющим, что за 4 года всего 4 игрока из 105 человек, которые получили освобождение от армии, играли в ЦСКА. Да, получая освобождение за каждого, вы говорили, что это перспективный, нужен сборный игрок. У нас нет других талантливых футболистов. Речь идет именно обо всех армянских талантливых футболистах в этом возрасте. И то, что за 4 года всего 4 человека, вы это представляете как успех. Если вы посмотрите на то, что было до создания БКМА, каждый год 3-4 футболиста или вырастали до сборной, или выходили в более серьезные, играли в более серьезные клубы, то, что происходит сейчас, на мой взгляд, это катастрофично. Я лично считаю, что БКМА должно быть закрыто. И чем скорее, тем лучше. Хочу также прокомментировать еще один очень важный вопрос. Это программа, представленная господином Меликбекяном на следующий срок. Честно говоря, когда я услышал то, с чего она началась, что основная задача нашей федерации это сделать Армению более узнаваемой за счет футбола, я был просто поражен. Я удивлен, что господин Меликбекян не знает, что основная задача любой федерации это развитие вида спорта в этой стране. Это совершенно разные задачи. То есть наша задача не то, как мы будем выглядеть в чужих глазах, а наша задача именно развития внутреннего национального футбола. После этого, честно говоря, серьезно говорить об остальных пунктах не имеет смысла. Скажу только о том, что когда господин Меликбекян говорит о развитии детско-юношеского футбола, достаточно странно, что при этом два клуба, у которых самые большие академии, которые на сегодняшний день больше всего делают в этом направлении, выступили против избрания Меликбекяна на следующий срок. В своем обращении я также хотел поблагодарить болельщиков, которые высказали свое отношение к сегодняшней ситуации и к будущим выборам. И несмотря на то, что они являются соперниками вне поля, я имею в виду фан-клубы Урарту, Пюника, Арарат Армении и Ширака, объединились и высказали совместные заявления. На мой взгляд, показали этим, что в армянском футболе есть фанское движение, и лично для меня это дает большие надежды. Уважаемый господин Меликбекян, я, как и президент футбольного клуба Урарту, решил к вам обратиться с этой, на мой взгляд, очень серьезной просьбой. За четыре года в армянском футболе на то время, когда вы были президентом федерации, наверное, произошли и позитивные вещи, но, к моему большому сожалению, негативных было намного больше. Вы это можете заметить и по реакции болельщиков, и по комментариям, ну, я думаю, что это для всех очевидно. В профессиональном футболе самое главное – результат. Вы это знаете не хуже меня. И проигравший выбывает. Я хочу обратиться к вам, проявить достоинство, проявить самолюбие и снять свою кандидатуру 23-го числа с выборов президента федерации футбола Армении. Конечно, болельщики устали от всех этих передряг и скандалов. Конечно, те результаты, которые показывают наши молодые футболисты, они огорчают. Но мы можем изменить ситуацию. И я вас призываю быть благоразумным и поступить действительно в интересах армянского футбола. Не цепляйтесь за те голоса, за те выборы, которые будут происходить. Многие понимают, обсуждают, как это все организовано. Я действительно, чисто по-человечески, обращаюсь к вам и хочу вас призвать сделать достойный поступок. Мы же, как футбольный клуб «Пюник», считаем, что необходимо поднимать наболевшие проблемы, обсуждать их, потому что в противном случае мы будем считать себя равнодушными. Спасибо.